У меня название очень знакомым показалось, я зашел в почту, загуглил, и действительно мне, оказывается, есть письма от ваших сотрудников, есть у меня предложение карьерное от TopByte. Сколько всего тем лидов? На 10 человек. Сейчас у нас тем лидов, наверное, больше, чем нужно. А у вас вообще часто бывают задачи, которые надо сделать вчера? Не только добавляем код, а со временем мы также достаточно агрессивно удаляем. Да, интересные темы, разные по-разному делают, мы стараемся делать как такая молодая развивающая прогрессивная компания. Всем привет, на связи Хекслетт, с вами Александр Русков. Сегодня у нас распаковка компании TopByte. У нас в гостях Дмитрий Матвеев, технический директор компании, и Олег Подсечин, ее основатель и, как я понимаю, руководитель. Ребята, привет. 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 Расскажите, пожалуйста, в условах, не знаю, кому у вас будет проще, чем вообще занимается компания, для тех, кто о ней пока ничего не знает. Да, я мог бы начать. Значит, мы в TopByte занимаемся техническим рекрутингом, вот, то есть помогаем разработчикам найти работу, вот. Вот, но работаем мы не просто как агентство, а мы строим свою платформу, которая, как бы, автоматизирует эти процессы, помогает нам делать это быстрее, более эффективно, и представляет, как бы, сервис более высокого уровня, как и кандидатам, так и к клиентам. Вот. Работаем мы в первую очередь с клиентами в Европе, но у нас также есть несколько клиентов в Штатах, вот, а кандидаты у нас, как бы, со всего мира, но большинство кандидатов из русскоговорящих стран, вот, ну, и, соответственно, из Европы тоже. То есть, если я правильно понял, вы предоставляете цифровой продукт для рекрутеров, для компаний, которые нанимают сотрудников, соответственно, для сотрудников, которые хотят найти работу, то есть некая автоматизированная платформа поиска предложений. Верно я понял? Да, и нам, компании, платят за кандидатов, которые мы для них находим. Я так понимаю, что все-таки вы при этом IT-компании, то есть у вас достаточно массивная IT-инфраструктура. Как много вообще людей работает, если не секрет? Ну, всего в компании у нас где-то 65-70 человек, но команда разработки у нас не то чтобы очень большая, у нас 10 разработчиков, один дизайнер и я в продуктовой команде. Но процесс разработки вовлечен также Антон, один из основателей, и, в принципе, очень у нас идет тесное взаимодействие с рекрутерами. То есть, наверное, это одно из преимуществ работы над продуктом, то, что мы напрямую общаемся с конечными пользователями. Ну, в целом у вас получается такой довольно семейный именно разработческий коллектив, да, все-все знают, так полагаю. Интересно сразу спросить, какая у вас структура управления. Ну, команда-то действительно небольшая, но я так понимаю, что продукты при этом серьезные, поэтому, наверное, какие-то процессы у вас тоже есть. Да, у нас структура такая, что именно в глобальном смысле есть какие-то две основные ветви, это вот продукты, где мы, и есть те, кто пользуются продуктом. В продукте у нас есть Олег, он является главным за идеи, они вместе с Антоном генерят идеи, мы их потом описываем технически, дизайнер понятно, чем занимается, и мы как инженеры занимаемся какой-то имплементацией. Сейчас у нас устроено так, что я, как технический директор, смотрю за тем, как работают все люди, и в основном общаюсь с темледами. А у темледов есть уже инженеры, где они как одна команда работают вместе, как одно целое над какими-то задачами. А сколько всего темледов на 10 человек? Сейчас у нас темледов, наверное, больше, чем нужно, но кто как скажет, сейчас три темледа, вот два есть, один на испытательном сроке. Какие у нас темлед? Получается, пытаемся укомплектовать команды, вот, тем лица два человека, потому что ревью на темледе, да, если будет три человека, как-то более-менее четыре, но уже как-то напряжно. Ну, понятно, два мало, четыре много, три в самый раз. Это интересно, на самом деле. Какого вообще уровня сотрудники у вас работают? Или какого уровня вы хотите, по крайней мере, привлекать в эту команду? Привлекаем мы людей джиньор уровня, есть люди без опыта абсолютно, мы полностью их взращиваем. В основном люди, ну, наверное, сколько вот они останутся до такого уровня, они и дорастают, да, там, middle, middle plus у нас тоже есть люди. Я могу быть middle plus, там, или, может быть, senior minus, senior, я не знаю, как-то в других компаниях. Вот какой-то такой уровень, мы стараемся как-то объединяться в плане знаний, стараемся какие-то знания шарить. У нас есть выступления еженедельные, да, вот как-то таким образом потихонечку передаем знания от более опытных к менее опытным. Наверное, важный вопрос, который мы немножко пропустили, а на каком вообще стеке вы работаете? Что за инженерный предмет, скажем так? Стек у нас рельсы, рельсы, получается, последние, я вот только сегодня выкатил седьмые рельсы, был сложный апдейт на самом деле. Ruby тоже последний 3.1, рельсы у нас на вебпакере, мы пока не собираемся на импорт мэп переходить, но с вебпакера он тоже нормальненько. Диплой у нас идет на Heroku, база данных Postgres тоже в Heroku менеджерс и коллаборация через GitHub. Все, есть налаженные тесты, CI, CD, вот это все, rolling release, то есть, ну, rolling release, наверное, нет этого слова, но мы каждый пуш в мастер выкатываем сразу в продакшн. И так как у нас пользуются рекрутеры, у нас есть чатик, если что-то сломалось, они сразу нам пишут. И вот такой очень быстрый фидбэк позволяет чуть меньше времени тратить на тестирование, что очень классно. Не знаю, насколько у места будет спросить, но интересно, какая вообще аудитория размер имеет в виду этого проекта. То есть, звучит как достаточно, ну, скажем так, сделанный из полученных средств, да, как бы продукт, то есть, все, что ты назвал open-source, самое распространенное, самое, в общем-то, популярное, наверное. По крайней мере, в школе Хекст, это точно, Руби, очень популярен, и все это звучит знакомо, я думаю, даже людям, которые только недавно начали все это изучать. И при этом, при всем, получается, на этом работает достаточно, как бы, уважаемый рабочий продукт. Просто интересно, вот, насколько далеко можно зайти на таких технологиях команды 10 человек. То есть, отдельный вопрос, может быть, какие у вас есть планы-то на развитие, но, может быть, к нему попозже перейдем. Вот, можете, если есть какие-то интересные моменты, можете сейчас озвучить. То есть, как вообще далеко это можно масштабировать, и сколько сейчас людей этим может пользоваться комфортно вот с таким ресурсом? Ну, как сказал Олег, сейчас у нас где-то 60-70 человек, получается, что пользуются нашим ресурсом где-то 50 человек, да. В основном это какая-то сложная бизнес-логика, есть несколько таких аналитических квери, да, которые долго идут. Это как, например, какая-то матчинг кандидата и позиции, там, через скиллы какие-то, через локации, это все стараемся учитывать. Пока пользуемся нормально, да, нету там задержек, как в Хероку, 5 секунд надо ждать, чтобы появилось. У нас как-то более-менее секундочка, мы стараемся держаться в таком вот плане. Насчет, кстати, проектов, у нас есть один основной, есть какие-то поменьше проекты, да. Да, вот флагманский проект, сейчас там где-то 70к строк, не слишком большой, а не слишком маленький. Планы по какому-то скелингу, пока больших прям планов нет. Из-за того, что у нас все-таки не какой-то там B2C рассчитан на миллион пользователей, у нас относительно мало записей в базе данных, да, где-то вот к миллиону приближаются таблички наши. Так что пока каких-то проблем с данными нет, в основном проблем именно с SQL-ными запросами, которые требуют какие-то подробные такие полуаналитические квери, анализы. Да, звучит знакомо на самом деле. Может быть, я еще могу добавить, что когда Дима говорит, что у нас там 50 пользователей, если сделать шаг назад, на самом деле у нас есть три категории пользователей. То есть у нас есть наши рекрутеры в сейлзе, которые самые активные пользователи. То есть они с утра до вечера пользуются, используют самый такой сложный функционал нашей платформы. И от них, собственно, мы получаем самую высокую нагрузку. Но так как они являются частью нашей команды, мы от них также получаем самую быструю обратную связь. Также у нас есть клиенты. У нас несколько сот клиентов, и у каждого из них по несколько представителей. Но они заходят в клиентский интерфейс, может быть, несколько раз в неделю. То есть не то, что они с утра до вечера пользуются нашим приложением. Ну и потом у нас есть сами кандидаты. У нас где-то зарегистрировано почти 10 тысяч кандидатов. Ну и они заходят где-то в среднем раз, может быть, в неделю. Потому что многие не находятся в активном поиске работы, а просто от нас получают рекомендации о новых интересных вакансиях не чаще, чем раз в неделю. И заходят посмотреть, о чем мы написали. Но также у нас есть анонимные посетители сайта. И вот мы недавно немного продвигали, как бы пиарили себя на разных площадках, вроде хаккер-ньюс, разных телеграм-каналах. И их иногда бывает достаточно много. То есть я смотрел там на аналитику. В реальном времени у нас в какой-то момент на сайте в одно и то же время было около 300 человек. Не с лагием, как бы, посетителей. Ну, это примерно, да, ту метри, по которой мне было интересно узнать этим вопросом. Понятно. В общем, наверное, называть хайлодом вас было бы немножечко оптимистично. Хотя, кто знает, то знает. Но понятно, что живая аудитория есть. Это уже некий такой средний бизнес. Не наколеночный проект. Не стартап, можно так сказать. Я, кстати, ну, у меня название очень знакомым показалось. Зашел в почту, загуглил, и действительно, у меня, оказывается, есть письма от, ну, видимо, ваших сотрудников. Есть у меня предложение карьерное от Товбайта в том числе. Вернемся немножечко назад. Я спрашивал, каких сотрудников вы берете. Вы сказали, что готовы брать людей без опыта. У меня сразу возникает масса, естественно, вопросов. Самый интересный для меня из них, что касается тимлидов. Тимлиды – это же как бы не люди с улицы, да? Это, наверное, вы их либо вырастили, либо уже нашли готовых. Или как это устроено? Какая пропорция найма людей с опытом и вообще новичков? Тимлиды у нас не то, что с улицы, не с улицы. Понятное дело, можно любого человека взять. Если он как-то именно личными скиллами подходит, то тогда он будет хорошим тимлидом. Какое-то мое личное мнение, что тимлид хороший на тот, который является, ну, так условно сильной личностью. Есть какая-то способность встретиться с проблемами лицом к лицу, да, не сбегать куда-то, а вот сидеть и спокойно воспринимать действительность, например, отвечая на какие-то трудности, которые возникают. Также какие-то софт-скиллы, да? Есть люди, которым просто не нравится общаться, и им это неинтересно. Но таких мы не будем заставлять, конечно, быть тимлидами. И какая-то организационная, да, такая, может быть, расторопность, можно назвать, или щепетильность, может, небольшая, да, вот такие качества, которые помогают в голове держать много моментов, так как часто тимлид, он такой многозадачный человек. Если вот мы видим все это в человеке, то мы стараемся как-то ему. А вот побольше вот здесь, может быть, по ревью немного. А вот попробуй поментарить этого человека. Вот сейчас у нас Паша является тимлидом на испытательном сроке, да? Мы его заметили, что у него хорошие софт-скиллы, он классно вообще хотел бы помогать. У нас есть практика в One-on-One, где мы разговариваем каждый месяц. И вот на одной из таких практик он сказал, что вот хотел помочь человеку, но как-то не чувствовал себя в должной позиции, чтобы прям пойти ему помогать. Вот, например, такой сигнал может быть таким хорошим определителем, что человек будет классным тимлидом. А как насчет таких хардскиллов? Насколько он должен быть подготовлен именно в понимании технологии, платформы и вообще к системе? Да, это, кстати, хороший вопрос. Мы его сами, на самом деле, недавно переосмыслили. У нас так сложилось исторически, что тимлиды были еще суперхардовыми персонажами, которые много проработали в компании. И классно в коде разбирается, хорошее знание о продукте. Вот, например, на кейсе с Пашей получилось так, что он немножко послабее в хардскиллах, но в принципе в продукте, в том, как должно все выглядеть, как работает, он разбирается. И он уже больше года проработал. То есть какое-то так называемое институциональное знание у него появилось о проекте, как все устроено и так далее. И мы вот решили скомпоновать, что у нас есть один человек, который такой нормальный хардовик. И мы решили, вот пусть, например, Паша будет тимлидом, а Сережа, наш хардовик, вот пусть он будет вместе с ним в команде. И тогда они будут такой независимой единицей. Мы команду определяем как такая независимая рабочая единица, которая может выполнять задачи. И для независимости, если их соединить, то вот классно получается. Надеюсь, конечно. Вот посмотрим, как все получится. Где-то неделю назад мы такое придумали, а вот сейчас смотрим, как это получается. Как думаете, ну, может быть, абстрактно, может быть, вне планов, насколько вообще такая схема масштабируема? То есть как много людей можно... Насколько крупную команду можно организовать таким вот образом из маленьких юнитов, где, скажем так, техническая экспертиза не обязательно находится рукой для юнита. Она может быть размахствована в команде иным образом. Насколько далеко можно так зайти? Просто ваше мнение интересно. Ну, да, да. Интересный, наверное, вопрос, что команда не является прям совсем независимым юнитом, который работает отдельно от всего. Какие-то там общие решения по поводу архитектурных решений, по поводу продвигаемых технологий. Да, вот, например, апгрейд на седьмые рельсы, был там турбостримы, турбодрайв, турбофреймы, вот это все. Это все продвигалось на каком-то общем уровне. Я и тим лиды, мы собрались вместе, я написал дизайн документов, мы решили, что так будет. Мы это внедряем во все команды, когда мы придумали план. Поэтому каких-то прям таких испытаний технических у отдельной команды больших нет. Мы стараемся создать такие условия, где можно уже работать по проторенной дорожке. команде было более-менее просто справляться с такими трудностями, о которых ты, наверное, говоришь. И команда как-то более-менее находит место. Насчет масштабируемости, наверное, трудно сказать. Мы стараемся расти органически. Наверное, на 50 человек не получится. Если там будет 16 команд, и я буду с 16 командами созваниваться, наверное, такого не будет. Придо какое-то дерево строить, иерархии, либо еще что-то. Но мы также пользуемся тем, что у нас такая горизонтальная иерархия. Я хотелось бы ее тоже сохранить. Вот будет какая-то трудный выбор для нас как расширяться. Согласен. Ну, эти задачи решают в какой-то момент все компании. Я думаю, что интересно будет смотреть, как вы их решите в том числе. Возможно, мы какой-нибудь спустя узнаем о том, как вы выросли и как вы с этим справились. Важный момент, который я не задал вопрос, точнее, который интересно обсудить. А вообще у вас полностью получается удаленная команда, я правильно предполагаю? Получается, да. Или у вас есть некоторая офисная культура? У нас есть. Раньше был офис, да, с ковидом. Мы его постепенно закрыли, московский. И сейчас, насколько я знаю, ребята раз в месяц собираются в коворкингах, те, кто живут рядом. И вот такая культура есть. А в основном все удаленно работают. Как вы считаете, вообще это несет какие-то долгосрочные, как сказать, есть ли в этом какие-то недостатки относительно уже, возможно, уходящих в прошлое, но все-таки все еще существующая офисная культура корпоративная? Я отвечу за свою часть. Может, Олег еще как-то дополнится. Мне кажется, что есть немножко такое. Вот раньше я работал в офисе, там рекруты были, и наша продуктовая команда, мы были близко к рекрутерам. Но что-то не получается. Там у меня... Дима, можешь подойти? Я подойду, мы быстренько решаем проблему, и все как-то очень просто получается. Сейчас, например, когда мы общаемся через текст, там какие-то скриншоты, там, в общем, это гораздо сложнее воспринимается. Я думаю, самим рекрутерам тяжелее как-то объяснить, в чем, естественно, проблема заключается. Ну и, конечно, человеческий контакт, я думаю, очень сильно из этого теряется. Вот вроде пытаются видео придумывать, но лично для меня человеческий контакт важен, так что я, можно сказать, немножко пострадал от отсутствия офиса. Да, я даже не знаю, что добавить, но также есть какие-то плюсы. То есть, когда у нас был офис, мы почему-то думали, что нанимать новичков без опыта на удаленке это вообще нереально. Человек должен быть в офисе. Соответственно, мы нанимали людей только из Москвы. Но сразу, как нам пришлось работать, на удаленке у нас не было выбора. Мы начали нанимать людей без опыта на удаленке, и это пошло на удивление хорошо. То есть, в плане найма работа на удаленке позволила нам быстрее масштабировать нашу команду разработки. Мы стараемся разными способами компенсировать отсутствие личного общения. То есть, те, кто у нас находятся в тех же городах... То есть, у нас не все разработчики в Москве, а разбросаны по разным городам России и другим странам. Дима в Казахстане, например, находится. Я в Хельсинки, в Финляндии. Но, например, в Питере у нас достаточно много рекрутеров, и есть, как минимум, Паша из команды разработки тоже. И иногда они там вместе встречаются. Также мы проводили какие-то эксперименты. Например, в Slack есть такая фича Huddle. Мы пробовали эти Huddle устраивать голосом, обсуждать какие-то нерабочие темы. Ну и также, да, мы раз в год встречаемся. У нас есть такой съезд, где все могут с друг другом вживую пообщаться. Так что это немного компенсирует эти недостатки. Есть много плюсов. То есть, например, даже те, кто работал из офиса в Москве, на дорогу, на работу уходило много времени. А теперь это время можно проводить с семьей, занимаясь спортом и так далее. Поэтому это тоже повышает уровень мотивации, что ли, с членом команды. Ну и мы, может быть, больше ценим в то время, которое мы проводим вместе. Звучит очень знакомо, на самом деле. Но вот мой следующий вопрос был бы, как вы видите дальше, какая вообще стратегия направления у вас будет. Сейчас вроде как все ограничения постепенно снимаются. Есть мнение, что уже людей обратно в офис не загонишь. Ну, как бы, может быть, это не так. Я знаю сам лично немало людей, которые с удовольствием туда вернулись. Как вы на это смотрите? Как вообще дальше будете поддерживать формат работы? И вот вопрос про мероприятия тоже интересен. Все-таки, ну, видеть друг друга иногда полезно. Планируете ли вы дальше какие-то мероприятия проводить или делать их чаще, реже, или как-то еще, скажем, социализировать свой коллектив? Мы планируем продолжать работать на удаленке. То есть офис мы открывать не будем. Но, да, со снятием ограничений мы будем стараться чаще встречаться как бы в коворкингах в разных городах. У нас, кстати, да, есть еще такая практика, что если член команды приезжает в другой город, и в этом городе находится кто-то, как бы коллега из компании, и этот человек готов как бы приютить где-то у себя на диване товарища, то мы оплачиваем как бы проезд туда и обратно. И таким образом как бы, ну, это тоже возможность как бы людям с друг другом как бы пообщаться, подружиться и так далее. Среди рекрутеров эта тема распространена. Но, например, в прошлом году у нас как бы рекрутеры приезжали к нашему UX-дизайнеру и так далее. То есть это тоже способ как бы встречаться как бы не большой компанией, а встретиться, может быть, в маленькой компании там из двух-трех человек. В общем, как я вначале и предположил, очень семейные, такие как партнерные отношения. Это на самом деле очень приятно слышать. Вот такая определенная семья близости между людьми формируется так или иначе. Вернемся к джунам. Самый, наверное, что утрепещущий вопрос. Все-таки с TeamDiver разобрались. Что касается остальных сотрудников именно разработки. Если вы готовы брать людей без опыта, то на что вообще вы обращаете внимание? Какие критерии будут самыми главными для того, чтобы человек попал в команду? Ну, у нас есть стэк, да, это Ruby, JavaScript немножко, база данных. Вот если знает человек там по верхам хотя бы, это хороший знак. Мы постараемся такого человека взять. Затем, как крутятся шестеренки в плане решения задач. Да, некоторая такая сообразительность. То есть натаскаться на HackerRank, LeadCode, CodeVars, в общем, такие маленькие-маленькие задачки. Это тоже, я думаю, важно. Не обязательно мы не делаем какие-то алгоритмы сложные, да, и, наверное, я думаю, мало компаний вообще их делают. Но это такой показатель того, что у человека хорошо соображалка работает и может какую-то сложную задачку более-менее растаскать, так сказать. Также мы смотрим на какие-то вот личные качества, да. Интересно про ответственность как-то узнавать. Трудно узнавать про ответственность, насколько человек ответственный. Но если вот в идеале, то обычно стараемся говорить, что когда человек нам все-таки приходит, мы стараемся говорить об ожиданиях. И, наверное, какое-то из главных ожиданий – это о том, что хочет, чтобы человек был ответственным, как к кодовой базе, то есть уважал труд других в кодовой базе, старался делать, чтобы свой труд был читаемым и перевариваемым во всей команде, но также и понимал, что это какая-то работа в команде, то, что мы должны друг к другу относиться бережно в команде, с некоторым уважением и стараться сделать себя удобным для команды и приятным для взаимодействия. Наверное, на интервью это вот все трудно узнать, но что узнаем, то узнаем, что нет, то стараемся во время испытательного срока как-то узнать и вообще сообщить человеку, в каком направлении мы хотим двигаться и как ему будет удобно. Интересный момент ты затронул, что человек должен… Мы говорим все еще про людей без опыта, да? Что они должны примерно понимать, как писать понятный читаемый там код. Все прочие эпитеты, все, в принципе, понимают, в чем идет речь, я думаю. А как человек может получиться, если нет опыта, опять же, абстрактно, чтобы, может быть, ты посоветовал тем студентам, кто хочет этот вариант для себя рассмотреть? Где можно культуру кода почерпнуть, кроме как в компании, где есть, собственно, культура? Да, я думаю, такой хороший очень вопрос, потому что на самом деле непонятно, где получить опыт, если нигде не работал. У нас это устроено так, что мы, естественно, обучаем, у нас есть практика менторства, что на первые два месяца тимлит чуть ли не из ложечки, вскармливает вот этого джинера, который без опыта старается, им их можно больше знаний передать. У нас есть обучающие материалы, какие-то локальные правила, стайл-гайды, и мы стараемся как-то, в том числе через комментарии отвечать по пул-реквестам, где вот какая-то ошибочка есть, вот сразу кейсик можно подметить, что вот здесь вот так мы пишем, здесь мы пишем так. Насчет того, чтобы, в принципе, получить опыт, то, наверное, очень удобно в опенсорс уйти. Я думаю, что человеку без опыта будет трудновато в том плане, что большой проект, там много людей, которые достаточно сеньорные, но вы можете выбрать какой-то проект поменьше, да, вы можете выбрать какой-то средней сложности, маленькой сложности проекта. Даже не сложности, а величины, потому что в основном от величины зависит сложность этого проекта. Можете попытать себя там, то есть либо с другом, либо вы просто какой-то используете гем. Если вы интересуетесь, я думаю, вы найдете, где себя в опенсорсе в том числе найти. Если не найдете, то ничего страшного, мы постараемся, чтобы у вас это получилось в нашей компании сделать. Интересная тоже тема ты поднял. Давай поговорим, как вообще устроен процесс вот этого онбординга, обучения, может быть, чуть более в деталях. Интересный вопрос, который, может быть, не уверен, что он там суперактуален для команды вашего размера, но все-таки, если человек ищет работу, ему обычно интересно узнать, как он может себя вообще развить в этом коллективе, какие у него есть перспективы роста, и как вообще оно прописано, не прописано, есть ли какие-то у вас грейды, планы, может быть, их создать, какие-то там правила внутреннего движения. То есть то, что может случиться уже после того, как человек нанять на работу, какие вообще есть варианты. Я тогда сначала расскажу о процессе найма, и потом о грейдах. Мы грейды относительно недавно внедрили, тоже интересно, вот о найме. Значит, человек к нам приходит, у нас есть документ того, что мы с ним делаем по порядку. Есть со стороны администрации какие-то документы, да, это включить его во все какие-то там сервисы, которые мы используем, такие штуки. И есть какая-то часть от нас, от разработчиков, что ему нужно прочитать. Например, первый месяц надо изучить вот такие-то гайды по рельсам, потому что они суперфундаментальные, надо их просто знать. Второй месяц надо изучить вот это, третий месяц нужно изучить вот это. Это на испытательный срок как-то проходит. Вот, у менторов, наших метров, темолюдов, есть какой-то опыт в этом, они его приобретают, если его нет, они тоже учатся на этом совершенствоваться, да. Если будут какие-то... В плане, если будут какие-то недостатки, мы стараемся их узнавать на one-on-one и в том числе корректировать наш курс. То есть, если вам не подходит какой-то один способ, мы стараемся найти какой-то другой способ. Пока что не было такого, что кто-то там изъявлял умные желания, что мне это не подходит, как-то, наверное, без опыта, когда человек, то соглашаешься на все, потому что хочется все попробовать. Какая-то такая ситуация получается. Вот, как-то так у нас люди постепенно в кодовую базу вникают, и потом уже возникает гораздо меньше таких проблем. Они более-менее самостоятельно себя чувствуют, выбирают задачки, решают их. Вот, насчет роста, насчет того, куда вообще стремиться, куда развиваться. Мы в основном нанимаем именно фуллстэк разработчиков, то есть, когда ты приходишь к нам, то у тебя есть возможность делать все и вся. Это могут быть оптимизации SQL-запросов, это может быть... Сейчас, например, DevOps-ом занимаюсь я, но DevOps-ом на самом деле у нас апгрейды всякие, да, наверное, вот эти сложные штуки. Или мы хотим, например, сейчас мы хотим VPN свой поднять. Вот какие-то такие штуки, можно сюда пойти. Их не слишком много, но я думаю, их будет гораздо больше и больше с ростом компании, с ростом продукта. Есть фронт у нас. Вот фронт у нас почему-то люди не слишком любят. Наверное, мы некоторое время назад искали именно рубистов, и JavaScript был вторым делом. Вот вам, если интересен фронт, то, возможно, у нас будет интересно. То есть мы делаем по стилю Basecamp, да, это стимулус, это турбо-стримы, турбо-фреймы. Вот в таком плане такой. И не статический, и не совсем прям React какой-нибудь или Angular. Думаю, что насчет какого-то развития здесь, наверное, все. По гридам давайте начнем. У нас есть гриды. Относительно недавно мы их составили, наверное, месяца два назад. И у них тоже интересная история, что сначала мы старались подходить индивидуально к повышению зарплаты, к повышению квалификации. Мы придумали писать такие профессиональные планы. Например, вот это план стать лучше в Рубе. Это план стать мастером ГИТА, например. И старались вот тебе на полгода три таких плана, выполняешь, у тебя повышение зарплаты, например. Словом так. И мы все это как-то сократили из-за того, что очень много индивидуального подхода, очень много нужно с каждым прорабатывать. И поэтому сейчас мы пришли к грейдам. Мы себе прописали Junior, Middle, Senior. У каждого по три левела. То есть Junior 1, 2, 3, Middle 1, 2, 3, и также Senior. Мы прописали какие-то оценочки, которые мы... Нет, не оценочки, а критерии, какие-то компетенции. И если человек видит, что он достигает этих критериев, мы говорим, все классно, ты такой-то грейд. Мы тебя повышаем, повышается зарплата. Ну и само мнение, наверное, тоже... Извини, пожалуйста, перебью. Хочу уточнить. Критерии – это какие-то абстрактные компетенции или это касаемо именно вашей кодовой базы, вашего продукта? Или в целом по технологиям? Да, я пробую привести пример из памяти, что я помню. Например, у нас Junior 2, он должен раз постоянно закрывать issue, у него не должно быть больших проблем с этим. Он должен уметь пользоваться как-то тулами, инструментами дебагинга. Он должен... Наверное, я прям не вспомню дословно, но кратко у нас более-менее какие-то такие специфические. Есть несколько абстрактных, да, есть несколько на личную субъективную оценку темлида, у которого он находится в команде. Но в основном, конечно, стараемся делать их конкретными. И когда вот ван-ан-ваны проходят, у нас раз в месяц по ван-ан-вану, темлид садится с своим подопечным, и они стараются понять, какая дорога у этого инженера на следующий грейд. Что нужно сделать, чего сейчас не хватает, да, и стараются как-то помочь, исходя из своего опыта, что можно было бы сделать, чтобы достичь его побыстрее. Эти все штуки человек приходит на работу и знает заранее, да, потому что у него есть некий план развития, или это в процессе еще выясняется? У нас есть публичный документ, мы прям не говорим об этом на собеседовании, если не спрашивают, но когда он приходит уже на испательный срок, мы проговариваем, что вот, смотри, есть грейды, вот это твой грейд, вот здесь указана твоя зарплата. Вот у нас есть бонусы, например, если тим где-то, у тебя такой-то бонус, если там менеджер на ступеньку повыше, у тебя такой-то бонус. И у нас есть списки, каждый, кто занимает какой грейд, каждый, кто имеет какой бонус. Так что каждый представляет, кто сколько получает в инженерной команде. Это у нас открыто. Это очень интересная деталь, на самом деле. Я, честно, лично всячески поддерживаю, хотя понимаю, что пока это еще, может быть, не самая распространенная практика. Но это здорово, это, на самом деле, мне кажется, помогает мотивации людей, потому что они видят конкретно, что им надо сделать, конкретно где они окажутся, что они с этого получат. Несколько формализованный подход, но зато очень честный. Мое уважение. Немножко давай еще поговорим про уже процесс, непосредственно, как говоришь, шестеренки крутятся. Как вообще у вас простой процесс движения задач, кто за этим следит, кто их оценивает, кто их пишет, они и те же люди вообще. Ну, Олег, может, ты, кстати, вот начнешь как исток всех наших, наверное, больших идей, как вот идеи у нас рождаются? Ну, хорошо, да, я попробую, можно кратко описать наши процессы product management. Значит, мы как бы, у нас есть какой-то план того, в каком направлении мы хотим двигаться. Да, есть какие-то такие высокоуровневые, достаточно абстрактные цели, которые мы ставим там на полгода, на год вперед. Например, сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить клиентам как бы так называемую self-service модель, чтобы они могли как бы информацию о своей компании, о своих позициях вбивать в нашу платформу полностью самостоятельно и даже обрабатывать как бы кандидатов тоже без каких-то лишних звонков или взаимодействия с нашими рекрутерами. То есть у нас есть такие высокоуровневые цели, их там несколько на год. Потом есть как бы ряд более мелких идей, и также есть мелкие идеи, которые являются частью вот этих больших целей. значит, они поступают из разных каналов, там мы проводим собеседования с пользователями, эти предложения поступают от членов нашей команды и так далее. Мы их как-то собираем, устроим такой как бы backlog идеи. Но мы не ставим никаких жестких там дедлайнов, что вот там ровно через 6 месяцев мы должны выкатить такую-то фичу. вот у нас процесс как бы разработки идет, то есть описание больших фич идет так называемыми циклами. У Борис Кэмп есть книга, называется Shape Up. Мы в общем следуем их процессу, который мы немножко под себя кастомизировали. То есть у нас есть циклы, которые сейчас у нас привязаны к месяцам. это своего рода можно спринтом назвать. И в каждом цикле мы включаем как бы несколько таких больших задач, фич, которые мы разрабатываем, каждый из которых мы называем питчем. На питч у одного-двух разработчиков уходит где-то от одной до трех недель времени. Мы очень подробно, не очень, а достаточно подробно описываем как бы вот эти питчи. то есть мы описываем проблему, которую мы стараемся решить, решение на очень высоком уровне, потом подробно расписываем, представляем мокапы, изменения в базе данных и так далее, которые нужно внести. Понятно, что мы не можем писать все полностью, всегда всплывают какие-то вопросы и моменты в ходе имплементации, но так как у нас достаточно много джунов в команде, мы как бы стараемся как можно более подробно все расписать. И лиды участвуют в создании этих питчей. Ну а потом мы каждый питч даем одному-двум разработчикам, но есть один человек, который за каждый питч отвечает, и он уже решает как разбить этот питч на какие-то подзадачи, как делегировать эти задачи другим и так далее. Плюс к этому у нас есть отдельная канбан-доска, куда мы добавляем всякие более мелкие задачи, просто как ищу в гитхабе. Это задачи, на решение которых уходит от 15 минут до может быть 2-3 дней, не больше. и туда тоже входят всякие багфиксы и так далее. И у нас эти процессы идут параллельно, то есть есть часть команды, которая работает над питчами постоянно, есть часть команды, которая просто занимается более мелкими задачами. Иногда разработчики меняются, в один месяц кто-то может вообще не заниматься питчем, а заниматься только мелкими задачами. Может быть ты хоть более подробно рассказать какие-то моменты? Я наверное добавлю, что именно продуктовая часть у нас исходит из этого. У нас также есть дизайнер, который создает issue или говорит мне я создаю issue, который относится к дизайну, чтобы здесь поправить. Я также участвую в обсуждении, как Олег сказал, у нас стимлида участвуют в разработке питчей, то я, Саша, наша тимлид тоже участвует часто в описании всяких созвонок с кем-то переговорить, с кем-то обсудить такие вещи. И также есть, конечно же, чисто технические вещи, как, например, рефакторинг. За него пока что отвечаю я. Например, нам нужно было меняться на седьмые рельсы, и там нужно было очень много всего нам переписывать. Я составил дизайн документы, например, сказал Олег, вот нам январь надо без питчей посидеть на рефакторинге. Мы договорились, что мы постараемся это сделать в таком-то окне. У нас, конечно же, ничего не вышло, все затянулось, но в таком плане мы тоже работаем, что есть какие-то большие ищи, которые либо я автором являюсь, либо идея приходит от кого-то из наших инженеров. Мы стараемся как-то делиться часто на ванн-ланах всплывает, что здесь это неудобно, мы стараемся делиться. Также мы сейчас ретроспективы у нас тоже такая практика есть, недавно начали, на них тоже всплывают какие-то вещи, которые можно обработать именно в техническом плане, чтобы было удобнее дальше работать нашим инженером. Я вернусь с самого начала, я просто выделил какие-то ключевые моменты, с чем мы начали, что есть некие стратегические цели, какие-то планы относительно отдаленные, а вот мне как разработчик, который задачу получает делать, у меня есть еще понимание того, зачем это делается, куда это приведет и в какой перспективе? Или это остается на уровне продуктового планирования? Я могу ответить на этот вопрос, то есть да, вот эти пич-документы, они как бы достаточно подробно описывают проблемы, которые мы стараемся решить, то есть часто они ссылаются на какие-то отчеты, аналитику, то есть это раз, второе, если они вписываются в какую-то более долгосрочную цель, то там есть описание этой цели и вообще ради чего мы это делаем, почему мы думаем, что это направление для нас перспективное. Ну и также вся эта информация в открытом доступе лежит в одном и том же месте, поэтому все разработчики, если у них есть желание, могут ознакомиться с более долгосрочной стратегией и так далее. Я не уверен, что все это делают, но возможность такая есть. Может быть, стоит еще заметить, что у нас как бы иногда мы проводим эксперименты, это немного другой процесс, то есть в экспериментах не только команда разработки участвует, но если мы делаем какую-то фичу и мы не уверены, она будет работать, будут ли ей пользоваться или нет, мы это оформляем как эксперимент и как бы все, включая разработчиков, знают, что мы не знаем, сработает или нет, мы ставим все какие-то там критерии заранее, которые мы считаем как бы важными и как бы достижения которых будет считаться успешным экспериментом. И если эксперимент неуспешный, то как бы тот же разработчик, который эту фичу запилил, он потом ее попиливает исходы и мы эту фичу удаляем. Ну и также для более больших фич, которые как бы являются частью стратегии, но не являются экспериментами, у нас есть отдельный процесс, где у нас есть документ, процесс так называемый feature adoption, где мы следим за тем, начинает ли эта фича вообще наш пользователь пользоваться или нет, стараемся как бы толкать пользователей, чтобы они эту фичу использовали. Но это как бы длится там на протяжении может быть шести месяцев или даже дольше. Иногда тоже бывает так, что даже если это была частью нашей стратегии, мы что-то запилили, может оказаться, что да, это в какой-то причине не взлетело, было неудобно или появилось какое-то другое решение, которое наши клиенты начинают использовать и мы как бы тоже как бы стараемся от таких фич как бы избавляться. То есть мы не только добавляем код, а со временем мы также достаточно агрессивно удаляем ненужный функционал и рефакторы, код и так далее. Это хороший путь к совершенству. Я забавлю, Саша, ты, кстати, вопрос задал насчет того, понимают ли разработчики, да, и на самом деле у нас это было прям проблемой, то, что люди говорили, нам непонятно для чего это делается и что-то надо делать. И мы где-то год назад решили, что даже обычной будем как можно более подробно описывать вообще какая-то бизнесовая цель этой штуки, потому что людям хочется знать, что они делают. Это прям важно для людей. Да, я согласен, что вообще это в последнее время становится очень актуальным запросом от разработчиков в целом, от рынка. Я очень много слышу такого же шутбэка от компаний, которые на это жалуются, что, мол, разработчики приходят и не понимают, зачем копать здесь и не там. А какие-то, может быть, стратегические сессии вы проводите или что-то подобное? Ну, то есть, я не знаю, у вас, я слышал, раз в год тимбилдинг, может быть, на нем что-то подобное происходит. Просто интересно. Да, тимбилдинг у нас это как бы достаточно такие неформальные встречи, вот, где там Дима играет на гитаре, я пою песню. А люди просто не обсуждаются. Вот, да. Но, да, у нас как бы есть, значит, с рекрутерами мы как бы продуктовые вопросы обсуждаем два раза в неделю, следами рекрутинговых команд, точнее сказать. Но также у нас как бы раз в квартал есть как бы отдельный звонок на всю команду, на всю компанию, где мы как бы рассказываем о том, каких целей мы достигли за прошлый квартал и какие у нас планы на следующий. А как вы балансируете между планами, задачами и теми, которые влетают? Я уверен, что постоянно, как у всех, у вас тоже бывают какие-то сбой отказа, какие-то сообщники и так далее. То есть, в каком формате как разработчик понимает, на чем он сейчас сосредоточится, как комприотизировать свои усилия? Где он должен отличиться на какие-то баги, на фиксы или что-то срочное сделать? А где он может идти по плану, который у него был запланирован на этот цикл? Ну, как Олег сказал, у нас бывает такое, что цикл это большие задачи и пичи, мы их называем. У нас работает часть команды, есть хотя бы один человек, ну, может, что-то не будет одного человека, но есть в другой команде, один человек, который может следить за саппортом, у нас в слайке канал Техсаппорт, дирекрутеры пишут, где вы что-то ломается, и он работает там. Их есть обычные задачки, иногда вот какие-то срочные продуктовые штуки тоже возникает, надо чего-то сделать. Вот как-то в таком плане, насчет, в принципе, приоритизации, у нас за это отвечает темлиц, чтобы достичь донести, вот это первый приоритет, это второй приоритет, это третий. Но такое, на самом деле, не слишком часто возникает, как-то люди более-менее понимают, в чем приоритет, и довольно часто находятся в свободном плавании, то есть просто выбирают себе понравившиеся ищи и делают их, когда у них нет какого-то определенного питча делать. А у вас вообще часто бывают задачи, которые надо сделать вчера, а получили мы их только сегодня? Ну или просто это, может быть, нестандартное явление, поэтому и не так важно этот процесс, процесс спицывать? Ну, на самом деле, трудно вообще представить, как такие задачи могут возникать. Я так понимаю, что это было именно с коммуникацией, или за чего вообще такие вещи возникают, что надо было вчера сделать задачу, которую мы узнали сегодня? Ну, обычно, это, конечно, эффект масштаба, да, в крупных компаниях просто коммуникация где-то теряется, кто-то что-то не уследил, очень много задач одновременно. Наверное, в маленьких коллективах это бывает нечасто, я предполагаю, что какие-то, может быть, технические аварии или, не знаю, резкое изменение в законодательство, может быть, какое-то вступило силу, которые все прощелкали, надо срочно какие-то меры предпринимать, там, GDPR-нотификацию вывесить на сайт, например. Ну, я позирую. У меня просто, у меня в истории разные были случаи, я могу вспомнить случай, когда там у компании поменялся генеральный директор и забыли поменять, убрать его фотографию из раздела о нас, это выяснили там спустя два месяца уже люди из высшего менеджмента. Естественно, задачу нужно сразу стало делать вчера, а точнее, два месяца назад. Просто потому, что мы прощелкали этот момент. Такое, как бывает. Business as usual. Просто поэтому интересно, как вы такие штуки хендлите, вообще приходится с этим пока сталкиваться или бог миловал, что называется. Пока милует. Пока милует у нас такое достаточно редко. Ну, мы маленькая компания, да, у нас достаточно такая отлаженная коммуникация пока что, не страдаем особенно таким, я не припомню. Окей. Какие-нибудь, может, чуть больше про код поговорим. Какие вообще практики вы применяете, какие у вас есть процессы для работы непосредственно с кодом. Что вообще насчет тестирования, да, самый интересный вопрос, как вообще вы к нему относитесь, насколько активно вы внедряете. Ну, и, соответственно, код-ревью и там похожие вещи, парное программирование может быть что-то из этого. Что вам кажется близким, что вы применяете на практике? Да, интересные темы, разные по-разному делают. Мы стараемся делать как такая молодая развивающая прогрессивная компания. У нас есть код-ревью, у нас есть тест, у нас есть ICD, у нас есть парное программирование, у нас есть линтер, RuboCop, ESLint. В основном человек приходится делать задачку, выбирается задачку, если какие-то вопросы есть, он задает какие-то вопросы либо где-то в чатике, либо в самом задачке на гитхабе и начинает ее делать. Когда он ее сделал, отправляет на код-ревью, у нас проходит код-ревью, тем лид оставляет комментарии, несколько, может быть, раундов, и затем это опрувится, если ICD говорит ок, мы это мерзжем в мастер, и мастер деплоится на Heroku, сразу рекрутеры пишут, что у них что-то сломалось или наоборот они довольны. У нас есть также канал Release Notes в слайке, где мы говорим рекрутерам, что вот такая новая фича, вот посмотрите, вот так она выглядит, вот так ей можно пользоваться. Когда в практике, да, про тестирование ты спрашивал, у нас нет какого-то такого религиозного отношения к тестированию, не стараемся держать 100%, даже не стараемся держать 90%, но такое может быть разумное, можно сказать, 60-70% я бы сказал, какая-то цифра. Стараемся тестировать все нужные вещи, потому что при апгрейдах просто необходимая штука, если не было бы тестов, у нас валилось бы гораздо больше, потому что сейчас при апгрейдах у нас вещи валятся, а если бы не было тестов, то я думаю, мы бы не выгребали просто такое количество багов, приходилось постоянно роллбэкать наши изменения. Может быть, стоит добавить, что у нас нет отдельных тестировщиков, поэтому функционал разработчики тестируют сами, но если что-то не удалось протестировать и мы выкатываем это в продакшн, то мы достаточно быстро об этом узнаем от наших пользователей. Каждый разработчик отвечает за код, за функционал и в какой-то степени даже за то, что этот функционал будет понятен пользователям. То есть, если, например, в описании задачи что-то не сходится, то часто разработчики, даже новички, задают вопросы вообще разумно ли это так делать, будет ли это понятно, будет ли это работать. Немножко про код-ревью. Интересно, как он построен. То есть, есть ли у вас какие-то, я, может, пропустил, вроде не упоминалось, есть ли у вас какие-то стайл-гайды по коду непосредственно или это все чуть больше на субъективное мнение там, тем ли, да, полагается? Есть ли кросс-ревью между командами? Да, да. Стайл-гайды у нас есть, и они на самом деле маленькие. Там стайл-гайды, как мы пишем, SQL, который внедрен в Ruby, стайл-гайды, как мы пишем, комментарии, там здесь вот точку поставить. Стайл-гайды, как мы пишем, некоторые вещи в Ruby. На самом деле, очень много врубокоп делает, автоматически линд R-кода, есть линд для JavaScript, та же самая штука, все автоматически. По каким-то таким прям практикам мы смотрели гугловские документы, у них, я думаю, есть прям прекрасные документы по коду-ревью, очень подробно разъясено, расписано. Мы периодически стараемся обновлять наши знания. Вот недавно нашли какой-то курс по коду-ревью, у нас сейчас TeamLead собирается пройти как раз на следующей неделе такой курс. Что можно еще по коду-ревью рассказать? Ну, кто его проводит и насколько, как много там нужно одобрения, например? Вообще, нужны ли они? Или это скорее как бы консультативная практика, чем принудительная, скажем так? Практика строго обязательная. Если ты новичок, то просто строго-строго обязательно. Мы стараемся очень качественный код пропускать в мастер, и на самом деле даже вроде бы вот я, там технический директор, очень важный человек, я тоже прохожу код-ревью, чтобы не соблазняться писать плохой код-мастер, чтобы другие люди знали, что я пишу. Да, есть какие-то такие моменты в том, чтобы если большой какой-то фич, большая фича, то как минимум два человека они знают, если кто-то проревьюил этот код. какие-то у нас экспериментальные практики мы не пробовали с кодом-ревью пока что у нас либо TeamLead, либо какой-то условный код-оунер, которого мы находим, если какой-то достаточно специфический код. Например, за какие-то имейл-трейдинг отвечаю я, поэтому я ревьюю код по имейл-трейдингу. Вот какие-то такие вещи. Давайте еще немножко поговорим про все-таки NIME, тем более вы компания, которая занимается рекрутингом, вы в этом разбираетесь как никто. Как вы сами подходите к процессу работы кадров, кадровых сотрудников с потенциальными кандидатами? Где вы их ищете, как вы с ними взаимодействуете, что вообще у них спрашивают, прежде чем предложить им интервью, например? Ну, во-первых, да, у нас есть как бы Вика в команде, которая занимается только как бы внутренним наймом, поэтому как бы она основное контактное лицо для всех кандидатов, с которыми мы общаемся. Значит, где она находит? Ну, мы как бы размещаем вакансии в таких хэдхантерах, в разных телеграм-каналах, сотрудничаем с разными школами для разработчиков, как, например, с хэкслитом. но на самом деле у нас также есть там как бы мы используем свои же инструменты, то есть у нас есть доступ к разным базам, то есть мы по ним проходимся и сами как бы контактируем кандидатов, то есть мы не ждем, чтобы нас нашли. Может быть, стоит добавить, что как бы иногда, например, мы начинаем общаться с кандидатом, даже проводим там одно или может быть даже два собеседования, потом понимаем, что человеку еще нужно немножко подучиться, но мы остаемся на связи, и вот буквально вчера мы сделали оффер одному кандидату, с которым мы уже как бы разговаривали примерно где-то год назад, то есть у нас процесс собеседования это не так, что мы пообщались, человек не прошел, и все, мы больше не готовы ни с кем разговаривать, а мы готовы оставаться на связи, и смотреть, как человек самостоятельно развивается, вот, а также мы предлагаем как бы бонус своим сотрудникам, если они найдут кого-то, и мы как бы возьмем этого человека в команду, таким образом мы наняли одного человека, надеюсь, в будущем это поможет нам нанять еще больше людей, вот, наверное, это основные способы найти новых разработчиков, а второй вопрос был о том, как дальше идет процесс, как бы, ну, мой интерес конкретно в том, вот, какую роль играют сами HR, то есть, они же еще так называемый скрининг, насколько далеко он заходит, и на что обращаете внимание в этом аспекте, прежде чем человек пошел на беседование и мог себя проявить, общаясь специалистам на понятном языке техническом, и отдельно мне интересно, насколько ваш процесс в этом ключе совпадает с процессом ваших клиентов, то есть, насколько ваши потребности соответствуют потребностям рынка, или у вас какой-то свой процесс, свой подход, скажем так. хорошо, я отвечу на второй вопрос, первым, у нас свой процесс, потому что для клиентов мы нанимаем людей с опытом, то есть, клиенты ищут медлов, сеньоров, сетево, архитекторов и так далее, ну и у них часто процессы посложнее, плюс еще мы должны на своей стороне проводить скрининг, поэтому да, наш процесс отличается от процесса с клиентами, Вика у нас больше обращает внимание на какие-то социальные навыки, на то, насколько человек общителен, включает ли он видеокамеру, подготовился ли он к собеседованию, задает ли он какие-то умные вопросы и так далее, ну и также проверяет какие-то базовые вещи из серии, где человек находится, есть ли у него опыт удаленной работы, какие ожидания по зарплате, и так далее, умеет ли человек читать по-английски, у нас как бы вся внутренняя документация на английском, поэтому это достаточно важный для нас навык, насколько категорично человек относится к, например, разным языкам программирования, то есть мы стараемся не то, что не стать, а мы не берем в команду людей, которые говорят, что там JavaScript, как бы мне совсем не нравится с ним работать, я как бы совсем не хочу, но или там не хочу, но если заставят, буду вот сюда. То есть Вика у нас такие вещи проверяет, ну и на самом деле она в каком-то плане продает нас, что ли, кандидатам, несмотря на то, что это джуны, мы знаем из опыта с более опытными кандидатами, что сейчас как бы разработчики востребованы, поэтому мы должны как бы убедить кандидатов в том, что у нас круто, прикольно, они могут многому научиться там и так далее. А после этого мы даем тестовое задание, которое человек может выполнить в удобное для него время. Используем такую платформу, называется Remote Interview, она не очень популярна, но она аналогична HackerRank или Cadillity вот таким вот решением. Там мы как бы создали свой как бы формат интервью, но о нем, может быть, Дима может более подробно рассказать о том, какие мы вопросы задаем, какие там задачки просим решить и как мы собственно оцениваем эти задачи, потому что на самом деле как бы вот результаты этого интервью, они играют достаточно важную роль и мы большое количество на этой стадии как бы отсеиваем. У нас была такая ситуация, что у нас было интервью с нашим рекрутером, потом письменное тестовое задание, потом техническое собеседование, потом такой culture fit собеседование, насколько человек культурно подходит нашей компании. Мы как-то решили, что многовато, поэтому сократили до одного, то есть техническое собеседование включает в себя в том числе culture fit, насколько это возможно. Длится она час, так что стараемся как-то очень компактно все это уложить. Проходит примерно по такой схеме, что у нас есть, во-первых, записи от Вики, от нашего рекрутера, кто занимается наймом, мы их внимательно прочитываем перед интервью. Естественно, есть страничка кандидата, так как мы рекрутинговая компания, у нас даже может быть чуть больше информации, чем в резюме указано. И у нас есть тестовое задание, то есть какое-то общее впечатление, насколько вообще рассчитывает кандидат. Мы задаем какие-то общие вопросы, заставляем его говорить где-то минут 15, у нас есть общие вопросы, где мы проходимся по верхам. Также у нас сейчас подготовим такие вопросы, у нас возник интересная проблема, то что если мы хотим взять человека сразу на Junior Level 2 или сразу на Junior Level 3, надо как-то понимать, насколько он на эти уровни наши подходит, согласно критериям, которые там есть. И вот мы хотим подготовить как раз набор вопросов, чтобы сразу человеку взять на грейд повыше и задать вопросы, которые помогут именно на эти критерии ответить, а не какие-то общие вопросы вообще. И после вопросов у нас есть какое-то техническое задание, лайф-кодинг небольшое, чтобы посмотреть, как он программировал, потому что были такие случаи, где вот тесты заданий ему помогли написать, и при лайф-кодинге как-то очень не получалось решить все быстрого кандидата. Вот так. Ну, наверное, стрессов. А на сколько вообще объеме задания вы даете? Само тестовое письменное дома, оно где-то 80 минут мы на него отводим, но вот я его могу пройти минут наверное за 25, что-то такое. На самом интервью стараемся уложиться в часик, что-то очень простенькое, да, какой-то чуть более сложный физбасс задаем, и задаем вопросы касательно самого решения, могут быть вопросы по поводу того, насколько это перформит хорошо, насколько там большая аннотация памяти перформанс, такие вещи, не слишком большие, не слишком сложные, потому что стрессовая все-таки ситуация. Ничего так вопроса для человека без опыта, да. Ну, может, он читал что-то, может, читал. Может быть, немного о тестовом, то есть, как я уже сказал, оно важную роль для нас играет, но и оно разбито на две части, то есть, есть одна часть, где там есть вопросы и несколько вариантов, которые проверяют теорию больше, и есть часть, где нужно прямо в браузере писать код, там простенькие функции, методы на рубе, вот, а на это там уходит полчаса, сорок минут, я думаю, где-то так в среднем, но стоит заметить, что далеко не все, кто проходит до следующей стадии как бы там решают, проходит тестовое на 100%, так как мы как бы видим запись того, как человек там решал задачу, как он там итерировал, как бы набирал код и так далее, если мы видим, что как бы человек самостоятельно двигался в правильном направлении, даже если как бы результаты там плохие, вот, то есть тесты не проходит и так далее, мы все равно таких кандидатов рассматриваем и приглашаем на это вот последнее беседование. Интересный вопрос у меня возник, мы все-таки в основном говорим про людей без опыта, при этом вы упомянули, что у вас принято в компании все задачи описывать в виде пич документов, ну или там назовем их дизайн документами, в принципе, это то, чем обычно занимаются в крупных компаниях сеньоры, да, то есть это требует как бы, во-первых, хорошего, на ваш взгляд, владения технологиями, чтобы понимать, как правильно описать понимание бизнеса в том числе, то есть тоже как бы не совсем джуновская история, насколько вообще, скажем так, новый человек, который входит в команду, вообще, насколько он знает, что он предстоит этим заниматься, насколько он готов и как вообще его можно было научить самый интересный момент для меня лично. Наверное, с самого начала мы стараемся как бы поменьше давать все-таки продуктовая работа, вот написание это продуктовая работа отчасти, и надо какое-то время в продукте хотя бы побыть. В критериях у нас написано, что где-то от middle уровня 2, кажется, если я помню правильно, у нас, наконец, нужно потихонечку принимать участие при написании, например, есть pitch, там написана продуктовая часть Олега, и нужна техническая часть, как это будет выглядеть под капотом, собственно, и может человек этим заниматься. Есть варианты, где у нас есть какие-то задачки, такие локальные задачки, мы говорим, вот задачка, возьми, создай issue в гитхабе, опиши ее хорошо, да, вот такими маленькими способами. Но это тоже такая считается у нас немножко менеджерская работа, и поэтому, если человеку это не сильно интересно, если он хочет развиваться именно хардовиком, то мы стараемся не заставлять его это делать, а на кого-то другого, потому что те, кто хотят этим заниматься, они часто на тем ледах могут быть хорошими кандидатами, так скажем. Еще разок про питчи. Как все-таки научиться их писать? Если я новичок, только пришел, есть ли им какие-то модели для этого, или может быть рекомендовать какие-нибудь, не знаю, курсы, литературу, на что сами равняетесь, в том числе интересно знать? У нас нету каких-то прям специфичных для этого методов обучения, в основном все идет на опыте. Человек все-таки начиная с маленьких, у него есть примеры, потому что он в течение того, как выполняет сам issue, он читает это issue, когда он выполняет питчи, он читает эти питчи. У нас для питчи есть структура какая-то. Вот Basecamp, кстати, все говорят Basecamp, Basecamp, это ребята, которые репсы написали, если что. Вот у них ShapeUp, книжка, которую они сделали, у них есть структура какая-то, мы ее как-то изменили, у нас есть вот такой-то темплейт, что вот мы делаем так питч, описываем по такому плану. То есть, вот это, к сожалению, минимум, который есть, но, к счастью, Олег достаточно много пишет продуктовой части, мы пишем не слишком много продуктовой части, потому что мы просто с этим, может быть, не так много соприкасаемся. Может быть, и будут такие, где мы будем писать продуктовую часть, но я думаю, к тому времени, когда это будет, у нас уже скилл настолько нарастет, что мы, в принципе, без проблем с этим справимся. А вот в плане обучения, вот опыт, смотришь как есть, стараешься делать так же и лучше. А сами вы на кого смотрите? Кто для вас стал в этом вопросе? У меня Олег. Олег, расскажи, ты на кого? А я на вас смотрю. То есть, если я что-то написал, а потом там задают много вопросов, то я как бы учитываю это в следующий раз, когда пишу, стараюсь писать, это более понятно. Но и тоже зависит от того, кому этот питч потом передаем. Иногда мы пишем питчи, и мы не знаем, кто над ним будет работать. В таких случаях стараемся максимально подробно все расписать. Но если мы знаем, что этим питчем будет там конкретная команда, заниматься даже конкретный человек, мы как бы на более ранней стадии что ли питч передаем. И тот человек, который будет заниматься имплементацией, он, собственно, и описывает как бы для себя этот питч. много тем, как приступить к разработке, то мы проходимся по нему, оставляем комментарии, чтобы всем было понятно, чем мы тут вообще стараемся делать. Иногда, кстати, когда я начинаю писать питч, или есть какая-то идея, это как бы не всегда понятно вообще, будет ли это работать или нет. поэтому иногда мы пишем какие-то простенькие прототипы. Иногда специально пишем, например, на JS, несмотря на то, что мы знаем, что этот логаритм мы в конечном итоге должны на руби заимплементить, чтобы нам легко было этот прототип потом выкинуть и написать с нуля. В некоторых случаях мы такие маленькие прототипы пишем. Как-то так. То есть на самом деле отсутствие вот этих вот питч, может быть, сейчас звучит как-то очень сложно и так далее, но на самом деле хорошая письменная коммуникация в формате питч и правильное общение в Slack это как бы база успешной работы на удаленке в команде разработки. И умение, так сказать, асинхронно работать, общаться друг с другом. И у нас также помимо one-on-one есть практика skip-level, где как бы раз в квартал я как бы например созваниваюсь с каждым из разработчиков. У нас недавно много новых людей в команде присоединилось. Ну там человек трое-четверо за последние где-то четыре месяца. Так вот, поговорив как бы с ними отсутствие бюрократии и то, что как бы все очень понятно расписано и легко как бы больше узнать о чем-то, если тебе интересно, это как раз был один из плюсов, который многие из них почувствовали. Я думаю, у нас как бы с этим на удивление все-все-все хорошо. Понятно, что как бы то, что происходит до написания пинчей, как бы почему мы решаем работать над каким-то пинчем, а над другим, возможно, в этом есть как бы что улучшить. Вот, но мы тоже над этим забыли. Процесс тоже, безусловно, интересный. Я могу от себя еще добавить, что написание документации, оно не только помогает команде распределенной вообще существовать, но и в целом обеспечить преемственность каких-то знаний, то есть новые люди, которые пришли, у них есть на что постановить, почему это было сделано вот так, а не иначе. Единственное, там произошла проблема, что по мере роста продукта и команды количество документации становится неподеланным для новичка абсолютно, и там даже ничего нельзя найти, это отдельная проблема. Ну и вообще, на самом деле, культура документа-оборот это не менее интересная тема, чем культура кода, но о ней мы как в другой раз поговорим. Да, еще может быть о документации такой момент, что у нас это рабочий документ, он не должен быть идеальным, то есть смысл документации и не написать, и смысл мокапов, мы тоже с дизайнером это проговаривали, это не создать какой-то идеальный документ или идеальный мокап, а это все инструменты, которые позволяют нам создать максимально хороший, понятный код, который мы сможем поддерживать. Обычно вот эти документы, мы их просто после того, как этот функционал мы выкатываем, мы их оставляем, архивируем, но иногда бывает так, что этот же документ, так как он описывает функционал и описывает то, почему мы что-то сделали, иногда мы возвращаемся к этим документам год спустя, когда мы этот код опять затрагиваем, и это очень полезно, потому что ты понимаешь, как бы не как что-то работает, а как бы как и почему мы к этому тогда пришли и какие конкретные решения были приняты. Иногда даже проще как бы мне во всяком случае не лезть в код и смотреть почему или как что-то работает, а посмотреть на пич документы и оттуда все очень быстро сразу понятно. Так, вопрос еще про новых сотрудников в том числе. Получается, люди, которые вышли последние 3-4 месяца, они в принципе свою команду пока еще ни разу не видели, да? Получается, они в таком удаленном формате с ней работали. Я предполагаю. Насколько вообще вот комфортно, на ваш взгляд, не усложняет ли это вообще вход в коллектив? И что с этим можно сделать в текущей реальности? Понятно, что те билдинги, но как бы каждую неделю тоже собираться не будешь, тем более все далеко. То есть, это редкое явление. Как можно на более регулярной основе или вообще пытайся это сделать, выстроить какую-то более эмоциональную связь между коллегами? Особенно тем, которые еще никого не знают, не видят лично. Ну вот пока что как-то упускаем это из виду. У нас небольшая команда, да, может быть, из-за этого мы пока не сталкивались именно с проблемами в этом плане. Не видно их, они где-то вот скрыты. Может, они даже есть, но просто о них не говорят. У нас есть ежедневные созвоны, где команда созванивается и видит в лицо друг друга, да, уже какое-то есть общение. Есть ежедневные созвоны, где вот сейчас ретроспективы есть. Я думаю, что мы хотим, чтобы каждый там хотя бы что-то сказал. Мы хотя бы чуть-чуть побольше друг друга узнали. Ну вот, интересный вопрос о масштабируемости, конечно. Вот уже 10 человек на одной конференции, там, митинг в онлайне уже когда все будут друг друга перебивать, да. Так что, ну да, да. Так что пока что вот через такие get-together, которые у нас раз в год происходят через такие практики пока. Я не знаю, Олег, ты еще что-то добавишь по этой теме? Ну да, у нас, я не знаю, мы это упомянули или нет, но у нас также есть дев-токи, то есть мы каждую вторую неделю примерно кто-то готовит доклад и делает доклад на какую-то тему всей команде разработки. Мне кажется, это очень хорошее. И как бы на подготовление доклада мы отдаем целый рабочий день, то есть эти доклады как бы хорошего качества. И в конце доклада народ там задает вопрос. Также у нас есть бюджет на обучение, то есть есть возможность поучаствовать в какой-то онлайн или оффлайн конференции и потом как бы сделать доклад команде об интересных докладах и вещах, которые человек узнал, услышал. Но и да, помимо вот этих get-together, которые проходят раз в год, у нас также есть вот эти встречи в коворкингах в больших городах. Ну и иногда мы не просто работаем, а после встречи там участвуем в каких-то мастер-классах, например, там заработчики встречаются вместе с рекрутерами и там проходит курс о приготовлении какой-то там интересных блюд и так далее. У нас есть Инстаграм, его можно найти там просто погуглив там в байт Инстаграм. Вот и там есть фотки из некоторых таких мероприятий, которые мы проводим чаще чем-то чем-то. Классно, классно звучит. Ну что еще раз подтверждает мой тезис о том, что все-таки вы стремитесь к такой семейной модели управления без совсем уж формализации всего происходящего. Да, под Новый год у нас там почти вся компания участвовала в Secret Center, то есть мы подарки высылали. Что еще? Ну еще у нас есть свой мерч, мы всем новым сотрудникам высылаем мерч народ фоткается там, выкладывает. Ну и к кандидату тоже, что приходится. Ну это приятный бонус, могу угаситься. Самый, наверное, же утрепещущий вопрос, особенно для студентов Hexet нынешних. Раз уж вы берете людей с минимальным опытом, как вообще относятся к студентам онлайн-школ? Конкретно, может быть, если у вас опыт с выпускниками Hexet ходил, что-то там собеседовать или нанимать, может быть? Ну прям предубеждений никаких у нас нет к студентам онлайн-школы. Мы сейчас, например, наняли человека уже где-то около сорока лет с человеком, он не был программистом, он был аналитиком, был руководящим механиком, немножко там руками еще где-то работал, то есть очень разнообразная жизнь. И вот решил в программировании его всегда было интересно, то есть вообще никаких непредубеждений против него. Также вот молодые ребята, да, вот там неважно это онлайн-школа, он был студентом какой-то другой специальности. Главное все-таки интерес, и с интересом уже видно развитие, потому что сейчас программирование такая очень популярная профессия, многие идут из-за денег, и в каком-то плане даже чуть сложнее становится нанимать тех, кому интересно именно это. А вот люди, которые меняют профессию полностью, например, да, это может быть онлайн, как у вас в Хекслите, например, если он не был раньше технической направленности, то, наверное, это интерес, и это очень даже хороший плюс. Ну, непосредственно с Хекслитом был какой-то контакт в плане найма? Я, к сожалению, не помню, я думаю, что одно, может быть, было собеседование, я точно не скажу. Ну, друзья, значит, вы знаете, куда обращаться. Компания, которая нанимает новичков, практически обучает, очень хорош, на мой взгляд, практикам, это, на самом деле, приятно знать. Спасибо большое за проставленную информацию, было очень интересно пообщаться, и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, присылайте свои резюме в ТАВБАЙТ, если они не возьмут вас, то точно иду вам работу. Да, вам спасибо большое за интересные вопросы. Да, спасибо сразу же за интервью, спасибо всей команде, кто занимается, давайте пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok